Это Вести НС, студия Филипп Трофимов. Телеграм занял шестое место, но в некотором смысле и вовсе вошел в топ-3 самых популярных приложений в мире по итогам минувшего года. Сразу две аналитические компании публиковали свои отчеты за 23-й и результаты получились схожими. Причем отмечено, что глобальный рейтинг в этот раз претерпел значительные изменения, поскольку это был фактически первый год после окончания массовых карантинов. То есть год, когда пользователи вернулись к своим обычным схемам поведения и использования смартфонов. Например, из топа выбыли мобильные игры. В топ-10 не осталось ни одной. По версии Data.ai, но это бывшая App.any, первые 10 приложений по количеству скачиваний за прошлый год состоят почти исключительно из социальных сетей и средств общения, в том числе делового. Телеграм на шестом месте, что само по себе хороший результат. А если посмотреть условный зачет разработчиков, то и вовсе в тройке лидеров, потому что первые пять позиций заняты приложениями от двух компаний. Три это соцсети и мессенджер корпорации Марка Сукерберга, и еще две в исполнении китайской ByteDance. Это соцсети с короткими музыкальными видео TikTok, которые активно ограничивают распространение в западных странах, как несущую угрозу персональным данным. И программа для простого монтажа таких видео. Капкат. Ирония в том, что, по словам специалистов по безопасности, она запрашивает схожие с TikTok права на доступ к данным. По сведениям App Data Report за прошлый год ее скачали 389 миллионов раз. В США весной прошлого года она даже обогнала TikTok по загрузкам, но к ней у регуляторов претензий нет, и ее никто не запрещает. Телеграм, надо сказать, отстал от этого феномена не сильно. 355 миллионов загрузок. А по размерам активной аудитории так еще и с запасом опередило. Опять же, шестое место в мире уступает только TikTok, ну и комплекту приложений от корпорации Марка Цукерберга. Генеративные нейросети, а именно ChatGPT, теперь и в бюджетных автомобилях голосового ассистента на базе самого известного чат-бота обещают встроить во все автомобили Peugeot, включая коммерческие фургоны. Предполагается, что водители смогут задавать ассистенту вопросы, касаемые навигации, управлять функциями автомобиля, ну и просто разговаривать с ним. Ну, при наличии доступа в интернет, разумеется. Надо сказать, что аналогичную интеграцию ChatGPT уже показали Volkswagen и Mercedes-Benz. Оба немецких концерта добавили похожие возможности и навигации, и включение каких-то функций в автомобиле не простыми командами, а в режиме свободного диалога. В России, кстати, по этому пути пошли еще шесть лет назад, когда Яндекс начал выпускать фирменные магнитуры, ну точнее целые бортовые компьютеры, со всеми своими сервисами, включая, разумеется, и Алису. Для заводской комплектации автомобилей Renault-Nissan, Toyota и Honda. Это, правда, было на предыдущем этапе развития нейросетевых технологий до появления GPT-моделей. Теперь же генеративные модели нового поколения существуют в России пока в отрыве от автопрома, зато развиваются. Так, Сбер, например, обновил свою большую языковую модель GigaChat. Ее дообучили, и, как говорят, она теперь в некоторых тестах опережает одну из последних версий ChatGPT. Кроме того, ей добавили к познанию в области экономики, права и медицины. А еще расширили контекст, объем информации, который можно подать нейросети на вход. В коммерческой версии для бизнеса, так и вовсе сразу на порядок. У нас тут раньше было 4000 токенов. Это проще считать в страницах А4, то есть там 6 страниц А4. И мы это сейчас для модели PRO увеличили в два раза. То есть теперь 12 страниц А4 можно модели давать на вход. А модель, которая GigaChat Lite Plus, мы ее контекст расширили до 32 тысяч токенов. Это больше 40 страниц А4. Это прям большие такие, там, можно отчеты загружать, большие документы и с ними работать. Надо заметить, большие генеративные нейросети вообще и ChatGPT в частности по-прежнему вызывают беспокойство безопасников. Вариантов утечки данных через промты, ну то есть запросы к нейросети, уже найдено достаточно много. А на днях был опубликован еще один очень необычный сценарий. Американский пользователь, житель Нью-Йорка, обнаружил в истории своих диалогов с ChatGPT чужие диалоги. Причем они содержали, например, фрагменты неопубликованной исследовательской работы, чью-то презентацию и даже пары логин-пароль для входа в систему аптечной сети. Судя по контексту, это сотрудник техподдержки пытался с помощью нейросети решить проблему своих пользователей. Как все это оказалось в чужой истории диалогов, неизвестно. По версии OpenAI, аккаунт американцу угнали и использовались в территории Шри-Ланки. Сам же американец уверяет, что у него сложный пароль и его просто не могли взломать. Продолжение следует...